Это уже вторая встреча вкладчиков с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и председателем Самарской думы Александром Фетисовым. Вот уже два месяца люди пытаются вернуть свои кровные, что вложили в банк Волгокредит. После того, как банк лопнул, вкладчики обнаружили свои счета полупустыми. В этом возрасте уже оказаться из достойных, порядочных людей, каждый из нас чувствует себя не просто обманутыми, а мошенниками. Нам в суде нужно доказывать, что мы не снимали, что это кто-то снял. А как мы можем доказать, если для них даже наш договор, который нам в банке выдавали, не указ. Надо еще через суд доказывать, что я не сняла, что я честный человек. Вы понимаете, какая обида? Сейчас здесь половина стариков сидят с давлениями и прединфарктными состояниями. Что я вор, что я вот эти деньги снял, не вот эти вот кто там сидит или что делает. Общая сумма ущерба – почти полтора миллиарда рублей. В уголовном деле о хищении в банке Волгокредит на сегодня порядка двух тысяч потерпевших и десять обвиняемых. Трое находятся под стражей. Председатель правления банка Татьяна Ярилкина под домашним арестом. Шестеро подозреваемых в розыске, причем двое в международном. На имущество обвиняемых лиц, которые у нас фигурируют в рамках уголовного дела, на то имущество, которое мы успели установить, наложен арест. Сумма практически составляет свыше 25 миллионов на то имущество, которое мы успели наложить арест. Безусловно, это та сумма, которая никаким образом не сможет компенсировать тот ущерб, который был причинен в рамках уголовного дела. Тем не менее, работа в данном направлении проводится. В дело активно включился депутат Госдумы Александр Хинштейн. На первой встрече с вкладчиками была сформирована рабочая группа, куда вошли представители мэрии, правоохранители, сами вкладчики и спикер Гордумы Александр Фетисов. Он предоставил помещение, а также организовал для вкладчиков бесплатную юридическую помощь. Те юридические клиники, которые мы на сегодняшний момент задействовали, они не справляются с таким большим количеством людей. И я думаю, что на будущей неделе мы дополнительно еще где-то 5 таких пунктов оказания юридической помощи обозначим, обеспечим всем необходимым, чтобы люди могли без нервотрепки, без очереди пользоваться помощью, бесплатной юридической помощью. На встречу пришло более тысячи человек. Они требуют досудебного изменения реестров вкладчиков и выплаты полной страховки. Можно, и закон позволяет менять реестр. Все основания для этого есть. Есть позиции, заявленные следствием, есть позиции, заявленные прокуратурой. Будем добиваться от АСВ все-таки внесения этих изменений. Мы будем использовать все имеющиеся механизмы, рычаги для того, чтобы повлиять на АСВ и все-таки убедить их это сделать. Будем надеяться на их благоразумие. Буквально во время встречи поступило сообщение, что Генеральная прокуратура подписала представление признать единственно верным второй реестр. Теперь дело за агентством по страхованию вкладов. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.